Привет, пацаны! Я Джофф, а это последнее слово в мире геймерских устройств. Asus Rockflow Z13. Вы, наверное, уже видели это устройство на канале в нашем мастер-видео, где я с блогерами из других стран играл в игры в самых различных ситуациях. Но этот ноутбук, наверное, не просто топовое железо, крутой экран и мощная система охлаждения. Это воистину новый взгляд на мир игровых ноутбуков или в целом мобильных игровых устройств. И дело не только в суперкрутом дизайне, в котором сочетается и практичность, и эстетика, и мобильность. В первую очередь новый взгляд раскрывается в возможностях данного устройства. Главный девиз здесь – универсальность. И раскрывается это за счет трех элементов. Внешняя видеокарта, сенсорный экран и крутое охлаждение. И самое интересное, что каждая из этих деталей проработана так, что после перерветения данного устройства, если, конечно, вы себе можете его позволить, можно забыть и про стациональный компьютер, и про ноутбук, и про планшет. А теперь давайте поподробнее. И первое, с чего хочется начать, друзья, это упаковка. Упакована данная штуковина просто мега круто. Есть одна коробка, внутри еще одна коробка, внутри еще одна коробка. Короче, очень много разных коробочек, как матрешки, одна в другой. И в конечном итоге вы получаете вот такую вот крутую, мега стильную коробку. Пахнет, кстати, весьма приятно. Из супер толстого картона, отлакированная. И мы сейчас ее откроем и посмотрим, что внутри. Оу-май. Запах новеньких, клевых ноутбуков. Ну, а теперь же давайте его достанем. Так, тут он плотненько лежит, мы вот так его так оп и достаем. И вот, друзья, как он выглядит, чтобы вы понимали, тут везде подсветочку, тут все классно. Ну, и вот здесь мы его аккуратненько открываем. И вы, наверное, думаете, Костя, ну ведь это просто очередной ноутбук. Нет, друзья, не все так просто. Это не очередной ноутбук. Это ноутбук, который можно сделать вот так. Это клавиатура, а это сам ноутбук. Поясню, о чем, собственно говоря, речь. Раньше в ультратонких ноутбуках были ультратонкие экраны, такое, что-то там было засунуто в корпус и так далее. Тут концепция другая. Тут в клавиатуре ничего... То есть вот обычно вот в этом, вот в этой части ноутбука располагается все топовое железо. Здесь же, ребята, из ASUS пошли вообще по совершенно другой концепции. Вот здесь эта клавиатура присоединяемая, она ультратонкая, в ней ничего нет. Просто вот можете, вы можете ей пользоваться, можете не пользоваться, можете просто взять вот так вот, выкинуть. Все самое топовое железо находится, по сути, в экране, внутри экрана, оно же корпус, оно же все мощности этого ноутбука. И вот так это выглядит. Причем сценарии использования данного устройства, они просто безграничны, чуваки. Вы можете играть на нем как на геймерском устройстве, мы чуть-чуть попозже расскажем, как это делать. Вы можете просто использовать как печатную машинку и для какой-то повседневной работы. Также можно использовать как планшет, просто вот вы взяли и смотрите фильм. Также, если вдруг у вас есть какие-то напряги там, чтобы подержать это в руках, здесь есть вот такая вот небольшая подставочка. И теперь это у вас геймерская консоль. Взяли, открыли тот ящик, нагнулись, как я. Оп! Геймпад, USB, присоединили, полетели. Все очень просто. В общем, устройство максимально революционное, универсальное. По сути, это первый такой вот ноутбук, планшет, компьютер, трансформер, который можно использовать для самых разных задач. Ну а теперь по поводу гейминга. Я вам уже говорил, что на этом маленьком планшете трансформерной ноутбуке можно в том числе и играть. Делается за счет внешней видеокарты. Здесь у нас стоит GeForce RTX 3080. И вот с этим внешним блоком можно реально играть во все последние игры. Просто втрицать из себя. Вы ехали где-нибудь с вашей учебы в каком-нибудь метро с этим планшетом, смотрели фильм, пришли домой, присоединили к внешней видеокарте, нагнулись, взяли из пола клавиатуру, поставили. Все, у вас геймерская станция с 3080. GTA, танки, шманки, кс, дота, господи, киберпанк, ведьмак 3. Все на самых ультрах и максимальных настройках. Ну, кроме разве что может быть киберпанка, потому что он просто сделан плохо. Вот, потом вам надо что-нибудь чем-то другим заняться. Отсоединили клавиатуру, положили ее в стол, отсоединили, условно говоря, вот эту вот штуковину огромную с внешней видеокарты. И пошли смотреть фильм, лежать на планшете, там заниматься какими-то своими делами. Господи, да даже рисовать есть, потому что тут сенсорный экран. Правда, для рисования придется докупить стилус. При этом, если вы вот так вот отключите данное устройство, все равно данный планшета-трансформерный ноутбук готов играть для вас в различные игры. Просто не на максимальных настройках, придется играть там на средних, может быть где-то средние-низких, но вы все равно сможете гамнуть. И, кстати говоря, раз уж мы бы заговорили про домашнее использование и гейминг, в этой внешней видеокарте, то есть, по сути, есть не только видеокарта, но и огромное количество портов. То есть, по сути, такой вот видео-USB-хаб. Посмотрите сами, тут у нас что? Тут у нас что? Тут у нас и USB, и HDMI, и DisplayPort, и даже Ethernet. То есть, чисто теоретически, чисто теоретически, вы можете сюда еще подрубить несколько мониторов, в частности, как минимум два, и сделать из маленького планшета-трансформера ноутбука огромную игровую станцию на два полноценных монитора, даже с внешней клавиатурой и так далее и тому подобное. То есть, возможностей и сценариев использования огромное количество. Мы тут сейчас проговорили очень многое, но не будем, друзья, забывать, что кроме того, что это ноутбук, можно сделать геймерскую станцию, можно играть в дороги и дома в различные игры, можно печатать и так далее, данное устройство еще можно просто использовать как планшет. Как iPad. Вот как ваш iPad, на котором вы там что-то у себя делаете, играете, допустим, в Plants with Zombies. Потому что есть Windows 11, и потому что есть сенсорный экран. А самое интересное, что несмотря на топовое железо, которое, понятное дело, имеет очень высокое тепловыделение, в тихом режиме никакого нагрева нет. И пользоваться этим ноутбуком в режиме планшета можно комфортно, даже положив его к себе на колени и даже где-нибудь там в постели на диване. Благо, что заявленная автономность до 12 часов это позволяет. Друзья, вы можете себе представить? Ну, в принципе, автономность какого-нибудь условного планшета 12 часов, 10-12 часов никого в нынешнее время не удивляет. Они это могут. Но это не обычный планшет. Это планшет, который одновременно и ноутбук, который одновременно с топовым геймерским железом, на котором можно играть в игры. Конечно, на деле автономность будет ниже. Но даже если за 10 часов это до 7, этого все равно за глаза хватит. А если не хватит, то бегать и искать розетку не надо. Зарядиться можно даже от пауэрбанка через порт Type-C. То есть у вас геймерская станция, зарядили от пауэрбанка на 20 тысяч. Станкс. Ну и, наконец-то, друзья, охлаждение. Ну, знаете, этот мемчик с радугой. На самом деле может показаться, что ничего нового с охлаждением придумать нельзя. Тем более Asus, который довел систему охлаждения в своих ноутбуках до такого высочайшего уровня, что вряд ли кто-то когда-то их в этом переплюнет. Жидкий металл, бордомные лопасти вентиляторов, там всякие умные направления воздушных потоков и далее, 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 далее. Но просто факт того, что систему охлаждения перенесли из-под рук геймера в дисплей, это просто, друзья, разрыв башки. Думаю, многие из вас, кто играл на ноутбуках, замечал, что через час игры корпус становится ощутимо теплым, иногда даже может быть немножко горячим. Из-за чего руки начинают потеть, тактильные ощущения становятся, ну, и не самыми приятными. И кроме желания пойти помыть руки в холодной водичке, да и самому умыться, в голову ничего на самом деле не приходит. Но тут абсолютно вся система охлаждения вынесена в дисплей, клавиатура остается прохладной и абсолютно ничего не дает ей возможности нагреться. Учитывая то, что дисплей всегда стоит, так сказать, вертикально, не лежит там на каких-то там одеялах и так далее, и так далее, и так далее. В общем, доступ воздуха максимальный. Ну и под конец, друзья, подведем небольшие итоги. Что клевого в этом планшета-ноутбуке геймерской станции? Во-первых, это, конечно, дизайн. Дизайн очень, на самом деле, крутой, мне нравится. Да, возможно, кому-то он покажется немножечко перегруженным и аляповатым, но на самом деле сзади мега-крутая подсветочка RGB на, наверное, материнскую плату, может быть, на видеокарту, я в этом не разбираюсь. Есть крутые разные, тут такие прорези, которые показывают, что это чисто геймерская история. Вот в целом он достаточно такой вот не кричащий, стильный. Он весь, на самом деле, в дырках разных. Очень-очень круто выглядит, мне на самом деле нравятся. Достаточно тонкие рамки, эргономика, вес, в принципе, на высоте. Ну и, конечно, если говорить про ноутбуки с 13-дюймовыми экранами, это самый мощный вариант. Мощнее его просто в природе на данный момент не существует. Это даже если забыть про док-станцию с 3080. На этом, друзья, я с вами потихонечку прощаюсь. Хочу сказать спасибо компании ASUS за то, что она дала возможность попользоваться такой вот прекрасной машинкой и снять с ней вот такую вот прекрасную рекламную интеграцию, которая уже была опубликована у меня на канале. Плюс вот такой вот у вас красивый обзор есть. Рекомендую ли я к покупке, но, друзья, учитывая нынешний курс и вообще ситуацию в мире, рекомендовать какие-то супердорогие вещи к покупке нельзя. Но если вдруг у вас есть возможность, и вы хотите попробовать что-то новое, и классические ноутбуки вам надоели, а полноценный ПК, ПК-рня полноценная вам просто не подходит, то попробовать вот такую тему однозначно стоит. Очень удобно, очень технологично и автономно. Спасибо, что посмотрели. Лайки там, подписки там. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok